Вы увидите это только у нас. Уникальные кадры. Штурмовая операция украинских воинов на запорожском направлении. Как украинский буревий портит погоду оккупантам на Донбассе. А еще уникальные подробности освобождения многострадального изюма. Была зачистка, они бежали от нас. И героическая работа украинских парамедиков на передовой. У нас никто не умер, всех спасли. Украинских защитников уже не остановить, они точно знают, победа будет за нами. Мы сильнее, чем они, враг это понимает. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Приветствую, с вами Фронт Ньюз. В студии Владимир Тимошенко. В следующие полчаса вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. Начинаем с уникального материала. Запорожское направление. Украинские герои тут просто-таки выжигают землю под ногами оккупантов. Прямо сейчас эксклюзивные кадры штурмовой операции украинских защитников. Штурмовой операции, которую смело можно назвать успешной и эффективной. Вот только, к сожалению, для одного из наших воинов она стала фатальной. Детальнее в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. Захватить вражеские позиции, взять пленных и ценные трофеи. Ребята с ДФТГ номер 11, которые воюют в составе киевской бригады территориальной обороны, показали на запорожском направлении классический пример успешной штурмовой операции. Ход операции предполагал создание у противника видимости, что мы наступаем на широком фронте и входим на позиции оккупантов на одном конкретном месте для того, чтобы захватить данную позицию и отвлечь противника от штурмовой группы. Атаку тщательно спланировали после основательной разведки и рекогностировки. В конце концов, тактическая басота, как неформально называют себя эти ребята, вместе с подразделениями других бригад отправились на штурм при поддержке танков и артиллерии. Тем временем, внимание противника отвлекала другая группа под прикрытием предоставленного союзниками крупнокалиберного пулемёта «Браунинг». Россияне заметили опасность, когда уже было поздно. Был достигнут полный эффект неожиданности. Противник абсолютно не ожидал атаки. Все отвлекающие манёвры имели успех. Основные усилия противника были направлены именно на отвлекающий манёвр. Результатом блестящей атаки стал переход вражеских укреплений под контроль тактической басоты. Мышь, беги-беги-беги, беги маленькая. Семь ликвидированных оккупантов. Блиндаж зачищен. И трое пленных. Все, лёг, лёг. Лёг, лёг. К сожалению, не обошлось и без потерь с нашей стороны. Этот боевой выход стал последним для старшего сержанта Олега Ковецкого с позывным «Феликс». Он один из первых, кто пошёл воевать ещё после Майдана, сразу в 2014 году. И опять-таки один из первых, кто пошёл в этом году. Чтобы гибель Феликса не была бесполезной, его собратья ежедневно приближают нашу неизбежную победу. Что тут скажешь? Из-за вопиющих военных преступлений кремлёвского руководства гибнут вот такие молодые парни. На других направлениях ситуация также остаётся крайне напряжённой. В частности, на Северском. Враг осуществлял обстрелы из миномётов и ствольной артиллерии в пределах населённых пунктов Николаевка, Костоброды Черниговской области. Также враг использовал беспилотные летательные машины с боевой нагрузкой. Несмотря на всю подлость агрессоров, наши защитники продолжают освобождать украинские города и сёла на разных направлениях. И, конечно же, особняком стоит деоккупация многострадального изюма. И прямо сейчас у вас есть уникальная возможность увидеть именно тех украинских солдат, которые разбили армию врага на изюмском направлении. Эти скромные ребята очень редко попадают в объективы телекамер. Но мы точно знаем, героев нужно знать в лицо. Детальнее в эксклюзивном материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко. Ишли лесами, полями и обходными путями. Почти месяц освобождали 300 километров украинской земли именно эти бойцы. От Изюма до Оскола и до околец Сватова. И не останавливали наших десантников ни вражеские засады, ни мины оккупантов. А ни мины оккупантів. Солдаты оттачивают мастерство разминирования территорий. Взрывчатое вещество А-91 внутри и в самом низу. Главное не повредить. Тут бьешь, здесь. Бойцы всего несколько дней как вернулись из рейда и сразу на учебу. Подразделения пополнили новички. Чтобы служить в ДШВ, Илья преодолел тысячи километров по морю и по небу. Он моряк дальнего плавания. И начало большой войны в Украине встретил в Бангладеш. Летел через Сингапур, через Саудовскую Аравию, оттуда на Багамские острова, с островов на Румынию. Я из Одесской области, поэтому из Румынии заезжал к себе в область. Пошел в военкомат. Четыре дня ходил. Говорили, сиди дома, мы позвоним. Не звонили, а я вижу новости, что в стране происходит. И меня это не устраивает. Дуже не влаштовываю, что в Украине. Это подразделения штурмовиков. Они всегда идут впереди других войск. Шутят, что с учебным материалом подсобили россияне. Все боеприпасы здесь трофейные. Из освобожденного десантно-штурмовыми войсками «Изюма». Из одного дома мы вывезли три бортовых Урала. В штуках сколько? В штуках сколько? Думаю, тысяча где-то. Нам хватит. Думаю, около тысячи. Нам хватит. Несколько недель подряд именно эти бойцы штурмовали стратегический для россиян город. Говорят, надеялись на серьезное сопротивление вражеских войск, а пришлось их догонять. Только пятки мелькали. Сначала мы зашли, наткнулись на колонну, начали отстреливаться, и потом мы их немного обманули и начали уже их брать. Мы хитрее, чем они, и сильнее, что самое главное. Оккупанты бежали, а российская пропаганда пыталась оправдать поражение ложью о штурме «Изюма» натовскими войсками. Наверное, их испугала не только подготовка наших бойцов, но и вот эти австралийские бушмейстеры. Смеется Александр. Он водитель этой крепкой и надежной машины. Все как для людей. Ездим с комфортом. Все как для людей. Ездим с комфортом. У нее сильное дно. На мину наехать, и я думаю, что с личным составом ничего не случится. Бушмейстеры заменили штурмовикам традиционные для подразделения БТР. В этих машинах воины в защищенной и удобной броне. Вправо не уходит дорога нигде. Вправо уходим. Вправо уходим. Стоп, стоп, стоп. Игорь, стоп. Крым, я енот. Мы вас ждем. Я енот. Плюс, плюс, чекаем. Вот так, крадучись, шли по тылам русских войск. Операция по освобождению «Изюма» уже точно войдет в учебники как одна из самых успешных. И только нам, командир подразделения, приоткрывает некоторые ее секреты. Они двигаются по старым маршрутам. Дороги их накатаны. Мы заходим, перекрываем. И некоторые подразделения, которые не знали, попадали на наши засады. И уже были конфликты, контакты. Посадка за посадкой. Село за селом. Была зачистка. Они убежали, потому что бросили много техники. Если бы у них был плановый уход, то они забрали бы все. Если бы у них был плановый уход, то они бы забрали все. Россияне бросали не только технику, но и своих солдат. Одного из первых пленных задержал черный. Говорит легковушка, беглых россиян просто попала на его засаду. Мы совершили предупредительный огонь. Они не остановились в машине. Мы их расстреляли. Один остался жив. И он сдался нам в плен. Он думал, может, что это свои, потому что это в тылу было. Он был испуган, потому что столько пуль в машину его было выпущено, что он чудом. Остался жив. Куль в машину, что он чудом не остался живым. На освобождении Изюма эти бойцы не остановились. Пошли выше по реке Оскол, открывшей дорогу для деоккупации нескольких десятков украинских сел на границе Харьковской и Луганской областей. И только сейчас воины могут перевести дух, выспаться и готовиться к очередному бою, чтобы освобождать и дальше украинскую землю. Главное заднюю не сдавать и до конца вместе идти. Теперь настал черед обговорить ситуацию на Слобожанском направлении. Враг и тут традиционно не дремлет. Окупанты обстреляли из минометов ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Красная и Стрелка. Также зафиксирована активность беспилотников с боевой нагрузкой. Но сейчас агрессорам ох, как не сладко. И на этом направлении в том числе. А знаете почему? Дело в том, что на охоту вышел настоящий вампир. Мы, конечно же, про ракетную систему залпового огня с вот таким многозначительным названием. Чем же так хорош этот самый вампир и как именно он помогает украинским войскам на поле боя? Это все в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. Артиллеристы Донецкой области продолжают уничтожать противника при помощи РСЗО «Вампир», которая имеет высокую точность и хорошую проходимость. РМ-70 «Вампир» – это реактивная система залпового огня калибром 122 мм. Ракетно-пусковая установка способна вести огонь одиночными выстрелами и обжигом. Руководить огнем можно как с кабины, так и с помощью переносного устройства, находясь в ближайшем укрытии. Уже на протяжении полугода используем данное средство. Очень помогает то, что мы можем возить дополнительно с собой еще один комплект реактивных снарядов. То есть имеем возможность выполнять быструю перезарядку и дальше работать. Это очень сокращает время выполнения задания. Пусковая установка выполнена в классической схеме с расположением артиллерийской части в корме колесного шасси. Передней части шасси – бронированная кабина экипажа и силовая установка с агрегатами трансмиссии. Артиллерийская часть включает в себя пакет трубчастых направляющих 40 стволов, поворотную раму, механизм наведения и электрооборудование. РСЗО «Вампир» имеет существенную привилегию перед советскими аналогами. Ведь уже после первого залпа через две минуты можно дать второй залп и быстро покинуть огневую позицию до того, как противник откроет огонь в ответ. Подобные повышенные огневые возможности обеспечивает стеллаж, где размещены боеприпасы из 40 реактивных снарядов. Это высокомобильное оружие. Оно быстрое в использовании, в работе. Точно так же быстро покидает огневые позиции. Можно накрыть большую площадь и нанести сильное огневое поражение противнику. Для отработки по цели военным нужно от 5 до 7 минут, а дальность выстрела зависит от снарядов и составляет 20, 35 и даже 40 километров. А теперь поговорим о людях, которые работают 24 часа в сутки. Военные медики ежедневно спасают жизни украинским военным. Дело в том, что интенсивность артиллерийских обстрелов заметно возросла, поэтому очень много тяжелораненых эвакуируют просто с поля боя. И вот тут в вопросе, выживет воин или нет, все решают не, даже не минуты, а секунды. Детальные в сюжете с Николаевщиной от Руслана Ермалюка. Это было прямое попадание в усадьбу, в которой были люди. Целых деревень на линии фронта уже не осталось. Окупанты во время нашего наступления выстреливают вагоны боеприпасов. Не ценят человеческих жизней и бьют по населению, потому что они не могут населенные пункты захватить, поэтому просто уничтожают инфраструктуру. Володя провоевал 5 лет, 30 января пошел на дембель, а 24 февраля снова в военкомат. Теперь с собратьями воюют на Николаевщине. Ребята наши, собратья, много забрали техники, рабочие, полностью все. Окупанты на некоторых участках растеряны. Не хватает человеческих ресурсов и свежемобилизованные не спасают ситуацию. Им нужно очень большое количество техники и составов. В связи с тем, что мы успешно их утилизируем каждый день, они вынуждены ее туда подбрасывать. И к огромному для них сожалению, штатные войска у них уже начали заканчиваться. За каждый метр наступления мы платим кровью наших бойцов. Продвигаться приходится на открытой местности под огнем врага. Хаммер на скорости выскакивает из поля. В нем везут раненого бойца. 90% всех ранений это осколочные. Сейчас с автоматом никто не воюет. Снаряд прилетает и разной сложности. В зависимости, куда попало, и ноги, и руки оторваны. Раненого стабилизируют и передают в руки боевых медиков. Счет идет на минуты. Бывает секунды. Бывает секунды. Все зависит от того, как быстро боец доставлен с поля боя. Насколько быстро мы едем. У нас профессиональный водитель знает все дороги и все больницы. Мы ставили рекорд за 11 минут. Это с передовой. Экипажи боевых медиков валятся с ног, потому что практически живут в машинах. Во время нашего наступления много раненых. И их всех надо спасти. Наш экипаж работает уже три месяца в интенсивном режиме. У нас еще ни один не умер. Всех довезли. Всех спасли. Теперь поговорим о Донбассе. Том самом украинском регионе, который под вражеским огнем вот уже 8 лет. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, районы населенных пунктов Бахмут, Солидар, Зеленополе и Яковлевка. Как видим, оккупанты действуют в своем стиле. Подло и коварно обстреливают мирные города и села. Такой себе фирменный стиль той самой, в кавычках, второй армии мира. А вот на поле боя бравые российские вояки уже не такие смелые. Когда бегут, часто бросают свою же военную технику, которая автоматически становится трофейной. Как украинские воины в прямом смысле слова бьют врага и вожае оружием. В эксклюзивном сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. С начала российского вторжения наша армия получила немалое количество трофейной техники. Вооруженные силы Украины успешно используют ее против врага. С каждым днем нужно все больше и больше техники. Нужно давить врага, выгонять из нашей земли. Ведь они только отравляют ее. Убегая, оккупанты чаще всего оставляют гусеничные и колесные бронемашины. Самоходные гаубицы, танки и боеприпасы к ним. Только за два месяца войны украинцы захватили российских танков больше, чем было на вооружении нашей армии. Этот танк приехал с целью захватить Украину, а сейчас работает по бывшим владельцам. Захваченные Т-72, Б-3 становятся в строй украинского войска. После незначительного ремонта и сложения танкисты выполняют задания по назначениям. Приезжаем на позицию, отбиваем свою точку, расположение. Затем получаем координаты и цели. По планшету я делаю все расчеты, которые нужны для бокового уровня, для стрельбы с закрытых позиций. Даю наводчику цифры, по которым он наводится. И работает по цели, по определенным координатам. Главное вооружение Т-72, Б-3 – это 125-мм пушка с улучшенной баллистикой. У этого танка есть особенности, но наши военные быстро приспосабливаются. Мое дело – это привезти экипаж на работу и быстро уехать, чтобы экипаж и автомобиль остались живыми. Так как я рассчитываю, что этот танк будет уже на нашем параде оставаться живым. Вооруженные силы, естественно же, благодарят за технику и предупреждают российских захватчиков оставить технику и сдаться в плен. Это единственный шанс уехать живым с украинской земли. Но знаете, вот так побеждать врага, выбивать его с родной земли, добывать трофейное оружие – это все становится возможным благодаря воинам, которые ценой жизни или жестоких ранений отчаянно и храбро борются за свободу родной страны. Герой нашего следующего сюжета Павел – именно такой мужчина. Несмотря на серьезное ранение, он мечтает как можно быстрее вернуться на фронт и быть рядом со своими побратимами. Детальнее в сюжете наших коллег с телерадиокомпанией «Бриз». Этот отважный мужчина, преодолевая боль, свешит на передовую к побратимам. Зимой 2021 года Павел оставил гражданскую жизнь, подписал контракт и отправился на восток Украины, где встретил вторжение врага 24 февраля. Мы выехали в том году весною же на восток Украины в Луганскую область, под Попасную. С того дня и до этого мы постоянно находимся там. Мы, можно сказать, ощутили на себе все это. В 4 утра началась полномасштабная бомбардировка позиций. Тяжелые бои за город длились более двух месяцев. Много боев было вокруг Попасной. В основном направление было очень сложное. Длительное время мы, конечно же, держались, но постепенно вынуждены были смещаться. Командование знало, берегло людей, технику и силы. Впервые защитника было ранено именно во время этих боев. В Попасной, 15 апреля, от стрелкового оружия. Слава богу, в сравнении с ребятами легкое ранение. После выздоровления Павел вернулся к своим собратьям, вместе с которыми продолжил бороться с российскими оккупантами. Кто-то поможет, кто-то тебе плечо подставит, кто-то тебя защитит. Я не один, нас много. Российского агрессора Павел продолжил уничтожать на южном направлении, освобождая временно оккупированные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей. Ребятам нужно было время. Они знают свое дело. У нас очень серьезные специалисты. И тем более у них столько злости по отношению к врагу. Поэтому я думаю, что все идет по плану. Получив ранение во второй раз, Павел, как и раньше, не планирует долго оставаться на реабилитации. Мы идем к победе. Я думаю, что ребята сейчас набрались такого количества злости и силы, что освобождение этих территорий нашей страны – это лишь вопрос времени. Вернуться в строй до 14 октября Павел, к сожалению, не сможет. Поэтому он поздравляет собратьев с праздником, с нашей помощью. Бог нам помогает. Мы имеем цель, к которой идем. Мы помогаем друг другу. Нам помогают люди. Слава Украине, ребята! Слава Украине, хлопцы! Настал черед обговорить ситуацию на Купенском и Лиманском направлениях. Военный террор армии Российской Федерации продолжается и тут. Враг вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Заречная, Белогоровка, Торская и Терны. Но знаете, несмотря на всю жестокость и подлость путинской армии, этим псевдосолдатам сейчас точно не позавидуешь. А знаете почему? Дело в том, что украинский буревий точно испортил погоду российским захватчикам. Детальнее о работе на передовой этой реактивной системы залпового огня в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. По последним прогнозам военных синоптиков в ближайшее время ожидается ураган, который накроет позиции российских оккупационных войск. Нам повезло оказаться в эпицентре этого феномена и разобраться, как все работает. Буревий – реактивная система залпового огня калибром 220 мм. Это определенный апгрейд РСЗО «Ураган». В частности, новейшие шасси «Татра», на которых размещена пусковая установка, имеют формулу 8х8. Отличаются сверхвысокой проходимостью, мощным турбодизельным двигателем и большим ходом подвески. Это добавляет этой РСЗО ряд значительных привилегий. Благодаря этому комплексу мы можем заезжать на основное направление, не выходя из машины, чего не было на старой установке. Можем передавать данные, обмениваться командами, не используя радиостанции. Теперь не нужно выходить из машины, доставать компас. Это можно сделать, находясь в кабине. В эпицентре стихии всегда безопаснее, шутят военные. Действительно, РСЗО «Буревий» имеет бронированную кабину, которая оснащена кондиционером, цифровой системой управления огнем, а также системой обмена информацией на поле боя. В первую очередь есть возможность напрямую получать цели для введения огня от разведывательных БПЛА. Эти факторы оптимизируют работу военных, поскольку время от момента выхода на позиции и к началу огня уменьшается фактически до нескольких минут. Разведка беспилотниками корректирует огонь, даёт нам координаты, проводит разведку районов, находит нам нужную цель, которая является корректной для нас. Затем мы по ней отрабатываем. От выезда на огневую точку и до нашего возвращения мы тратим приблизительно 15 минут на новой установке. Получив координаты, Бурэвий выезжает на боевую точку. Работа экипажа должна быть чёткой и слаженной. Они разворачивают пакет. Четыре лапы, которыми оснащены шасси Татра, гарантируют стойкость машины и увеличивают точность попадания. После подготовки пакета экипаж осуществляет запуск снарядов с кабины Бурэвия. Только что поступила команда. Выехали на позицию, отработали по цели, цель поразили и вернулись в укрытие. Удалось отработать на отлично. Военные прогнозы всегда отличаются своей точностью. Бурэвий надвигается. Это значит, что в ближайшее время на позициях оккупантов будет жарко. А теперь поговорим о храбрости представителей военно-морских сил Вооружённых сил Украины. В частности, о тех, кто столкнулся в битве с российским фрегатом «Адмирал Макаров». Да-да-да, мы именно про тот «Адмирал Макаров», который в районе острова Змеиный пытался уничтожить катера военно-морских сил Украины. Но профессионализм украинских героев не только сохранил им жизни, но и заманил российский фрегат под огонь нашей береговой артиллерии. Исповедь одного из героев этой войны в эксклюзивном сюжете наших коллег с телерадиокомпании «Приз». Внештатно приходится выполнять и обязательства помощника-командира, заодно и штурмана. Необходимо работать с людьми. Порой бывает сложно. У многих семьи выехали. Я своего сына не видел 8 месяцев. У многих подобная ситуация. Богатёв такая. В ночь с 23 на 24 февраля мы находились на пункте базирования. Вышли в рейды своими глазами, видели, как всё начиналось. Начались прилёты в Николаевскую область. Прилетело Вачаков. После этого мы получили сигнал на выполнение наших боевых заданий. На протяжении недели мы постоянно были в работе. Видели прилёты с Тендровской косы. Всё небо было в зареве. Не успокаивалось. Постоянные взрывы. И мы осознали, что всё началось. Ощущение конца спокойной жизни. Это не на месяц, это не на два и даже не на год. Всё то, что происходило на протяжении 8 лет, переросло в полномасштабную войну для нашей страны. Люди осознали, что либо мы, либо никто. Соответственно, все начинают делать то, что должны. То, чему их обучали. Перед этим на судне, в учебных центрах. Они просто выполняли то, что и должны. На судах и кораблях нашего флота людей хорошо подготовили к такой ситуации. Не было никакой суматохи. Все понимали, что им нужно делать. И делали на автомате. Была у нас встреча с адмиралом Макаровым. Мы возвращались с боевого задания, которое выполняли в Чёрном море. И при возвращении нам сообщили, что по нам был открыт огонь. Благодаря руководству нашего командира, слаженным действиям нашего экипажа, им благодарность большая, что мы все остались живы и не получили ни одного ранения. Не отримали ни одного пробоя, ни ничего. Все отыграли, все молодцы. Все справились, все молодцы. Механики, рулевые сигнальщики, командиры так отработали на 100%. Всё, что знали и могли, всё сделали. В нас стреляли с АК-100. Залпы проходили по 4 снаряда за один раз. Мы выполняли маневр, чтобы все 4 снаряда не могли нас достать. Скорость немного не такая у них была. Они нас могли догнать. Но благодаря береговой артиллерии, когда мы подошли к суше, они работали по ним, и захватчики убежали. У меня была роль штурмана на рулевой машине. Был рулевой, и я и командир давали подсказки, куда необходимо повернуть, курировали работу нашего сигнального моста. Он видит выходы, и у нас есть буквально 5 секунд, чтобы отреагировать и отвернуться в другую сторону от возможных взрывов. Благодаря этому нам удалось отклониться от каждого выстрела. Благодаря этому мы смогли ухилиться от каждого выстрела. Мы боремся за свою территориальную целостность, за спокойствие в наших домах и за правду. Конечно же, победа будет за нами. Уже очень скоро в программе «Фронт Ньюз» новые, уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин